Благодаря неизвестным авторам и телеграм-каналам, мы наконец-то можем воочию увидеть и Волгу 4.0. Первое, что мы знаем точно, обозначение электропоезда осталось таким же, как и у версии 3.0, EGE 2.TV. Что, собственно, и логично. Так как единственные отличия версии 4.0 от 3.0 только в том, что у промежуточных вагонов другой кузов с изменённым расположением дверей и увеличенным их количеством – 6 дверных проёмов на вагон вместо 4 раньше. А также изменённая под это планировка салона. Согласно непроверенной информации у первого состава 4.0 номер 0.15, что также указывает на то, что на заводе не воспринимают эту версию как отдельную серию, что, в общем-то, и верно. Снаружи, как вы уже заметили, мы имеем совершенно иную окраску, которая смотрится даже выигрышнее, чем окрас предыдущих версий. Хотя, и это стоит отметить, он напоминает МЦДшный окрас ласточек, которые временно ездили по второму диаметру. Аналогичное контурное выделение оконной линии с закруглениями. Верх по крыше стал двухцветным – серый и красный цвета, причём по красной линии идёт уже до тошноты всем надоевшая лапша бренда «Московский транспорт». В районе кабины красные и серые линии завершаются волной. Маска теперь полностью чёрная, а сигнальный красный цвет переехал с кожуха автосцепки на боковые стойки кабины, обрамляя её. Синие двери и синяя нижняя полоса остались без изменений с прошлых версий. Маска электропоезда тоже осталась прежней, хотя первоначально обещали новую, в стилистике нового дизайн-кода ТМХ. Но, возможно, решили пока оставить прежнюю и без того удачную маску, чтобы случайно не испортить облик электропоезда, который на редкость удачный. Ну и в завершении стоит объяснить, почему уже делают версию 4.0. Ведь в сети часто встречаются комментарии в духе «Почему делают 4.0, когда версию 3.0 толком на поток не поставили?» И тут достаточно обратиться к тому, что прописано в московском заказе на Иволге. Ларчик открывается просто. Иволг с двумя дверями по борту заказано всего лишь 25 составов из 95. Всё остальное – составы с тремя дверями по борту. Проще говоря, Иволг 3.0 и не должно быть много. Основной упор в заказе сделан на версию 4.0, которая и станет основой парка на третьем и четвёртом диаметрах. И, возможно, она же пойдёт на будущий пятый диаметр, учитывая, что он будет самым загруженным из всех. Ну, если только к тому времени не создадут ещё какой-нибудь новый электропоезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова